На второй день пребывания в моего цепи перевели на камеру в третьем этаже. Была угловая камера, в ней было открыто окно, возможно, единственная камера на цепи, где зимой открыто настишь окно, при этом батарея не работала, батарея была холодной. В этой камере находился бездомный человек, в общем, со всеми вытекающими, да, с овшами там и так далее. И в туалете не работал слив. Это была камера, да, на которую меня поместили в самом начале. Вот, но буквально за день я добился того, чтобы батарея в моей камере была включена. Также охранники пробовали закрыть это окно, у них не получилось, но, в принципе, со включенной батареей было сидеть достаточно терпимо и даже хорошо. Ну, вообще три камеры поменял за все время. Первая ночь была, ну, одну ночь в одной камере на первом этаже, пятая камера была. Вот, потом основной срок отсидел на третьем этаже, вот, в угловой камере, и последнюю ночь меня переместили еще в камеру на два человека. 10 января подходил к концу мой срок, вот, в 19.55 по протоколу меня должны были выпустить. Примерно в 6 вечера мне сказали выходить с вещами на выход. Вот, я понимаю, что, ну, еще 2 часа, примерно там 2 часа до моего освобождения, как-то это слишком рано. Вот, и понял, что просто так меня из этого цыпа не выпустят. Я прошел все эти проверки, значит, там подписал все документы, за мной приехало 2 каких-то человека в штатском, вот, они меня вывели, посадили в гражданскую машину, вот, достаточно неплохую. И, значит, после этого меня примерно час катали по центральному району города Минска, меня вывозили из АМКАД, завозили там, заезжали на заправку, я не понимал вообще, что происходит, я говорю, куда мы едем, они говорят, приедешь, узнаешь, ну, вот. Ну, были разные мысли, думал, что, может быть, меня, там, не знаю, сейчас выбросят где-нибудь с АМКАДом, и, там, придется, там, автостопом добираться назад, вот, или что мне дадут вообще второй протокол и опять на 15 суток повезут, вот, ну, в итоге меня привезли в Первомайский РУВД, завели в кабинет начальника ООПП, и там примерно по времени, там, в 19.50 меня выпустили, вот. И все это время, пока меня возили вот эти люди в штатском, в этой машине, они отчитывали своему начальнику, там, куда они едут, сколько людей, там, под сыпом меня встречало и так далее. То есть, они все время кому-то отчитывались, вот. Вот, какое отношение люди из Первомайского РУВД имеют ко мне, я вообще не понимаю, потому что сам я прописан в Московском районе, а протокол на меня составляли в Центральном РУВД, вот. И Первомайское РУВД вообще никакого отношения ко мне не имеет. Люди пришли встречать, под сыпом собралось, там, если не ошибаюсь, около 50 человек, и потом, как только я вышел из Первомайского РУВД, сразу же попросил позвонить, за мной приехала машина, и повезли обратно меня на сып. Вот, собственно, на сыпь я, я и вернулся на сыпь, вот, и там люди ждали, да. И, в общем-то, там меня и встретили, и там я и оказался в итоге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok